Достигай Израиль и весь мир Брухим, Хабаим, Бешем, Адонай, Я приветствую вас во имя Господа. Мы хотим поблагодарить всех наших партнеров. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Царя Иисуса по всей земле. Мы меняем жизни людей во всем мире. Спасибо, что делаете это возможным. Синтия, сегодня мы продолжаем цикл, который называется «Духовный прорыв». Мы с тобой говорили минутой ранее, и я спросил тебя, помнишь ли ты тот прорыв, который был у тебя в твоих обстоятельствах? Каким же было его благословение, и что он принес тебе в этой жизни? Ты занимался борьбой, а я была гимнасткой. Я дошла до того, что поехала на большие соревнования штата. Я была единственной в школе, кто участвовал в соревнованиях штата по гимнастике, и моя фотография висела на доске почета. Но когда я поехала туда, все быстро закончилось. Я знаю, что сегодня ты поделишься с людьми словом, которое придаст им сил в любви. Поэтому давайте приготовимся слушать. Да, мы сконцентрируемся на том, что хотим прорыва, который никогда не исчезнет. Аминь. Именно в этом суть. В нашей жизни бывают вещи, которые могут дать нам прорыв в обстоятельствах. Но когда они заканчиваются, с ними заканчивается и прорыв. Сегодня я продолжаю цикл, который называется «Духовный прорыв». Это третий выпуск данного цикла. Если вы не смотрели первые два выпуска, то я советую вам посмотреть их. «Бог дал мне особое помазание для прорыва». Это правда. Есть что-то, что Господь вложил в меня. Это побуждает меня идти туда, куда еще не приходили другие. Я верю, что это помазание может передаться в вашу жизнь. Когда мы говорим о духовном прорыве, то можем рассматривать его с двух сторон. Во-первых, мы можем рассматривать его в наших условиях. У нас бывают прорывы в разных условиях. Безусловно, это важно. Возможно, вы хотите получить прорыв в карьере, на работе. Хотите повышения, прорыва в финансах, в отношениях с отцом, матерью или кем-то еще. Мы жаждем разных видов прорывов, которые бывают в нашей жизни. Возможно, вы пытались скупить дом и не могли. А вы хотите прорыва в этом. Как бы ни было, прорыв в условиях важен, и мы должны просить Господа работать в этом. Он может дать нам прорыв в наших условиях. Другие ищут прорывы в служении. Возможно, вы ощущаете, что Господь дал вам духовный дар или какое-то служение, и вы ждете, чтобы Он открыл двери или связал вас с нужными людьми, чтобы дар и помазание на вашей жизни развивались на этой земле. Вы ищете прорывы в служении. Есть еще один вид прорыва, и он важнее, чем первые два. И это прорыв духовный. Я имею в виду, что наши условия постоянно меняются. Наши условия нестабильны. Например, вы хотите прорыва в карьере. Предположим, что вы ходите в юридическую школу, и вы хотите стать адвокатом, получить лицензию. Но вы провалили экзамены в первый раз, и жаждете прорыва, чтобы пройти их во второй раз. Все это важно, но задумайтесь вот над чем. Я хочу, чтобы этот пример был понятен всем. Предположим, что вы прошли обучение на адвоката, и хотите получить лицензию на адвокатскую деятельность. Первый экзамен вы завалили. Вы идете сдавать его во второй раз, и молитесь о прорыве. Предположим, что вы сдали его. Слава Богу. Но что будет, когда вам исполнится 65 или 70 лет? Вы больше не сможете быть адвокатом. Возможно, вам не позволит это сделать здоровье. Или вы устанете от этого, потеряете желание заниматься этим. И что же тогда? Что вы будете делать тогда? Я пытаюсь показать, что наши условия постоянно меняются. Если мы ищем прорыва только в наших условиях, в наших ситуациях, то в итоге мы окажемся пустыми. Ведь в конце концов все условия уходят на задний план. Господь недавно показал мне, что я должен смотреть на ситуации так же, как смотрю на мебель в комнате. Представьте, что вы сидите в комнате. Вы сидите дома, на диване или на стуле. Вы оглядываетесь по сторонам и видите различную мебель в комнате. Там может быть диван, стул, стол. Я хочу спросить вас, глядя на эту мебель в комнате, что она означает лично для вас? Очень мало. Вам может нравиться мебель. Она может быть практичной, но в конце концов эта мебель не может наполнить вашу душу. Та мебель, которую вы видите, находится вне вас. Вы можете смотреть на нее, ценить ее. Вам может нравиться ее внешний вид. У нее может быть своя цель, и да, зачастую, да и как правило, это действительно так. Но, в конце концов, эта мебель едва ли влияет на то, насколько удовлетворена ваша душа. Она практически ничего не делает для этого. Я помню, как много лет назад я проходил через трудный период в своей жизни. Я закончил школу. Это было очень давно. Некоторые из вас знают, что я был активным спортсменом. Я боролся и даже получил благодаря борьбе стипендию для колледжа. Для меня борьба была всем. Это была моя идентичность. Я только о ней и думал. Я не видел ничего, кроме нее. И когда я закончил школу, и в последний раз ушел с ковра, я понял, что теперь меня ждет взрослая жизнь. Я оставлял дом своих родителей, готовясь к карьере, о которой я не имел ни малейшего представления. Я еще не знал тогда Иешуа. И тогда борьба перестала значить хоть что-то для меня. Она столькие годы была важна для меня. Но, закончив школу, я понял, что она не имеет никакого значения. Я помню, когда это случилось. Я растерялся в тот момент. Я впал в депрессию, потерял надежду. Мне не хватало цели, предназначения. Я был в замешательстве. Я помню, как в тот момент, сидя дома у родителей, я смотрел в окно. У нас был красивый двор. Я помню, как сидел на диване в этом подавленном состоянии. Борьба закончилась. Цель исчезла. Обстоятельства изменились. Моя личность исчезла. Я смотрел на улицу из большого окна. Вся стена той комнаты состояла из одного окна с прозрачной дверью. Из этой комнаты можно было легко выйти во двор. Это была прекрасная комната. Я сидел в ней и смотрел на прекрасную природу. Но знаете что? Каким бы красивым не был вид из окна, и какой бы красивой ни была мебель в той комнате, все это никак не влияло на меня. Мне не помогло то, что я смотрел на улицу. Мне не помогла красивая мебель в комнате. Моя душа была потеряна. Я был в замешательстве. Мне просто не хватало цели. И все снаружи. Сама комната, вид из нее не могло изменить состояние моей души. Так что, возлюбленный, я говорю о том, что наши ситуации похожи на мебель в комнате. Они ничего не могут сделать для нас. Мы можем получать временное удовлетворение от наших ситуаций. И слава Богу за чудесные ситуации в нашей жизни. Но я пытаюсь показать вам, что, говоря о духовном прорыве, мы должны в первую очередь думать о том, как нам получить прорыв в духе, как нам получить прорыв к свету, как нам выбрать скорость и помочь нашей душе принять силу руаха кадоша. Как нам принять силу? Как нам избавиться от нечеткой картинки и начать четко видеться в духе? Как нам получить прорыв? Как нам избавиться от самобичевания? Как нам избавиться от неправильных взглядов на себя? Как нам лучше видеть то, каков Бог? Лучше понимать Его любовь, знать Его и Его природу через Иешуа. Я хочу призвать вас бороться со мной за духовный прорыв. Многие из нас прилагают усилия к вещам внешним. Мы думаем, что если мы будем громко кричать, то получим больше силы. Мы думаем, что, изменив наши условия жизни, мы станем счастливыми. Опять же, внешние условия безусловно важны, но многие не понимают, что настоящая реальность, она внутренняя. А вот почему Иешуа сказал, Дух Божий находится снаружи, но Он обязательно будет вас. Тайна Евангелия, как говорит Павел. Это и есть Христос в нас, упование славы. Многие ищут прорыва в служении. Возможно, вы ощущаете, что Господь дал вам духовный дар или какое-то служение, и вы ждете, чтобы Он открыл двери или связал вас с нужными людьми, чтобы дар и помазание на вашей жизни развивались на этой земле. Вы ищете прорыва, прежде всего, в служении. Но есть еще один вид прорыва, и он важнее, чем первые два, о которых мы начали говорить сегодня. И после короткой паузы мы продолжим наш разговор. В сегодняшнем выпуске «Еврейских моментов» я хочу еще раз поговорить об имени Господа в Завете, которое впервые открылось Моисею в Исходе, Яхве. Это имя состоит из четырех еврейских букв «Ют», «Хей», «Вав», «Хей» вместе «Яхве». С ним идет значение постоянного и незавершенного действия. Иными словами, Яхве — это не статическая личность, которая не меняется. В его имени есть откровение. «Я буду тем, кем буду». Часто это переводят как «Я есм, кто я есм». Но время глаголов в его имени говорит о постоянном, незаконченном действии. Бог жив, и он постоянно обновляется. Это одна из тех вещей, о которых мне приятно размышлять, рассматривая сущность Бога. Его постоянная жизнь вечно бурлит внутри него, поднимая на поверхность обновления. Господь сказал Моисею, «Я — Яхве, твой Бог». Бог всегда живой. Он с вами сейчас, возлюбленные. Вы привиты к Нему через нашего Господа Иешуаха Машиаха. И Он всегда будет открываться вам по-новому. Новое обновление в вашей жизни в имени нашего Бога. Говоря о духовном прорыве, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы не фокусировались на внешних вещах. Не нужно думать, что вы можете обрести счастье благодаря внешним вещам. Вы должны вернуться к своей душе, туда, где находится Дух Божий. Если вы приняли Иисуса и научиться функционировать изнутри, люди, которые не понимают этого, желая получить прорыв в духовном мире, начинают кричать. Они думают, что если будут кричать громко, то получат прорыв. Иисус говорил, «Не будьте как люди, которые не знают Бога и повторяют одно и то же вновь и вновь, думая, что Бог начнет двигаться из-за их повторений». Иисус учил, что сила проявляется не во внешних вещах, не в громкости ваших криков, не в количестве повторений молитвы. Многое из этого основывается на страхе. Настоящая духовная сила находится внутри. Она начинается с познания того, что она уже есть у вас. И я повторю это еще раз. Духовный прорыв начинается с понимания того, что он уже в вас, и что он уже у вас есть. Вы должны начать двигаться на основании того, что уже есть у вас, а не пытаться получить что-то, чего у вас нет. Библия говорит, что в нем мы обрели полноту. Когда мы начинаем свой путь в духе, то нам нужна духовная дисциплина. Например, важно иметь определенный формат для изучения Писания. Конкретные духовные дисциплины в своей жизни. Эти вещи важны, и они нужны с первых уровней. Все начинается с практики внешних духовных дисциплин. изучение Библии, молитвы. Есть много вещей, которые могут помочь нам в вере. Но проблема будет, если мы будем фокусироваться лишь на внешних вещах, не осознавая, что есть более глубокий внутренний уровень. А вот почему перед тем, как Иешуа воскресил Лазаря из мертвых, он помолился и сказал, «Отче, я благодарю, что ты слышишь меня. Я знаю, что ты всегда слышишь меня, но я говорю это для того, чтобы окружающие знали, что ты слышишь меня». Иисус знал внутри, что Бог слышал его. Когда он молился, то ему не нужно было молиться вслух. Он знал, что Бог слышал его. Все импульсы его сердца были известны Богу. Иисус знал, что Бог слышал его. Иногда мы думаем, что Бог не слышит нас, если мы не скажем этого вслух, если мы не будем громко молиться вслух, и в таком случае дьявол просто не убежит, если мы на него не закричим, но возлюбленные. Когда мы знаем, что Бог слышит наш шепот, мы можем перейти к жизни внутри. И когда мы осознаем, что он внутри нас, вот тогда мы получаем настоящий духовный прорыв и начинаем ходить в силе. Вот почему Господь сказал в Танахе, «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу». А вот что имел в виду Бог под этими словами, «Если Он отвечает, то нужда или желание уже должны быть в нас, ведь в противном случае Ему не нужно отвечать». Бог говорит, что они поймут, что Я могу ответить им еще до того, как они скажут об этом. Вот насколько Он близок. Иногда мы думаем, что если не скажем что-то вслух, достаточно раз, Бог не услышит и не ответит нам. Но Бог желает, чтобы мы поняли, что Он слышит нас, даже если мы не говорим слух, не кричим. Он желает, чтобы мы знали, что Он слышит и отвечает на малейшие импульсы нашего сердца, которые направлены к Нему. Когда мы ходим с Ним, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Возлюбленные, говоря о духовном прорыве, я хочу, чтобы мы поняли, что мы говорим не только о тех внешних вещах, которые хотим увидеть. Я хочу, чтобы вы поняли, что величайшие прорывы происходят, когда мы обретаем силу через познание того, что мы уже полноценны в Нем, что Он уже в нас, и что мы ходим в общении с Ним. Это были лишь вступительные комментарии, хоть мы и подходим к завершению сегодняшнего послания. В предыдущем выпуске мы рассматривали Вторую книгу царств, пятую главу, фрагмент с 17 по 21 стих, а также параллельное место в первой книге про Липоменон. Мы смотрели 14 главу. И в этом фрагменте мы рассматривали жизнь Давида и то, как он получил прорыв в борьбе с врагами. Я хочу прочитать еще раз Вторую книгу царств, пятую главу, начиная с 17 стиха, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство, над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. Я рассматривал этот момент в первых двух выпусках. Суть в том, что враг атаковал, когда Давида помазали. А вы должны понимать, что продвигаясь в Господе, когда Бог начинает работать с вашей жизнью, вести вас к победе, враг начинает реагировать на вас. Он попытается сбить вас с ног. Точно так же, как филистимляне, которые вышли против Давида, как только его помазали. Это духовный закон. Враг реагирует. Люди со сверхъестественным помазанием должны ожидать сверхъестественных атак. Это не должно пугать вас. Это правило царства. Бог использует все, чтобы содействовать вам на благо. И проходя через атаки врага, держась за Бога, как это делал Давид, вы укрепитесь в Господе и его помазании. А вот почему, как я уже говорил, после того, как Иешуа крестили в реке, он пошел в пустыню, где он 40 дней боролся с дьяволом. Почему? Потому что Бог совершенствовал его для служения. Иисус не боялся атак. Библия говорит, что Дух Господень повел Иешуа в пустыню, чтобы противостать дьяволу. Бог помогает нам стать зрелыми сыновьями и дочерями, уча нас тому, как противостоять, как защищаться и как использовать власть над врагом изнутри. И тогда все меняется. Мы имеем власть над врагом не благодаря крикам или определенным фразам. Все это может помочь. Но мы имеем власть над врагом, зная, что мы уже имеем власть над ним. Мы становимся настолько уверены, что можем смахнуть врага рукой. Мы перестаем обращать внимание. Больше не ведемся на приманке. Он уже покорен нами. Власть над врагом начинается с понимания того, что мы уже имеем власть над ним. Ведь тот, кто в вас, больше того, кто в мире, рожденный от Бога, побеждает мир. Вот что Слово Божие говорит в 18 стихе о филистимляне, пришли и расположились в долине Рифаим. Я хочу сказать, что враг реагирует не один раз. Он старается атаковать с разных сторон. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы лучше завоевателя, вы будете иметь победу во всем, взирая на Господа. Делайте один шаг за другим в его помазании. И Бог будет совершенствовать вас в своем мире. А Божий мир внутри вас обязательно сокрушит сатану. Так что будьте сильны, смелы, отважны, двигайтесь вперед, потому что Бог любит вас. У него есть особое предназначение для вас, которое больше всего, что вы могли себе представить. Будьте благословенны и шалом вам. Завершим передачу благословения. В шестой главе Книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск заканчивает цикл «Духовный прорыв» сезон 1. Если вам понравился этот цикл и вы хотели бы приобрести свой экземпляр, звоните и пишите нам на сайт. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Мы не увидим прорыва в жизни без прорыва в отношении с Господом. Послушайте, что Отец говорит нам в книге Малахия, 3 главе, 7 стихе. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? В следующем стихе Господь говорит об этом. Десятиную и приношение. «Когда мы отдаем наше сердце Отцу, мы получаем Его силу, свет и жизнь в нашей жизни. А если мы не доверяем Ему, не почитаем Его, мы лишаем себя силы, которая приводит к прорыву. Это одна из причин, почему почитание Бога десятинами и приношениями так важно. Возлюбленные. Давайте не ограничивать наши отношения с Хошемом, отказываясь почитать Его своими десятинами и приношениями. Это крайне важно. Давайте будем послушны Ему, и Бог благословит нас». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.